Братва, только для вас топовый аккаунт с рентгеном 103. Для того, чтобы вам принять участие, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал, поставить здесь огромнейший лайк, написать любой комментарий. И результаты сегодня в группе Влад Капус в 10 часов вечером. Парни, всем привет, с вами Влад Капус. И я обещал каждому из вас, что буду каждую неделю делать для вас топовый фильтр, там где вы с помощью него сумеете зарабатывать себе монетки на ваш аккаунт. Ну и, собственно говоря, Филипп Волков с группой FIFA Mobile приносил мне снова топовые фильтры, на которых вы можете сейчас поднимать себе монеты. А монеты, я вам скажу так, они вам пригодятся. Потому что, как я считал в самом начале, то, что FIFA Mobile 19 версия начнется сразу после там 28-го числа, где-то так, может быть даже в октябре выйдет. Но сейчас мое мнение кардинально поменялось. У меня такое чувство, что межсезонье все-таки будет в этой версии FIFA Mobile и монеты нам 100% пригодятся. А если нам нужны будут монеты, как нам их заработать? С помощью сейчас событий, которые есть, это ретро-звезды. На этом событии вы сейчас можете себе сделать монеты, это 100%. Ну и после этого вам нужны будут монеты для того, чтобы сразу в межсезонке себя комфортнее почувствовать. Потому что ту аркаду, которую для нас сейчас сделали EA Sports, это неспроста. И 100% в ней эта цель заключается. Они не сделают так, чтобы мы сразу по кайфу там получили игроков с рейтингом 99+, бесплатно. И все, после этого они просто возьмут и закончат эту игру. Нет, такого не бывает. Просто EA Sports за этот поступок никто не будет уважать. Потому что, ну, это будет, во-первых, некорректно с их стороны сделать. Далее нам EA Sports за аркаду, там где мы можем получить топовых игроков. Абсолютно халявно. Это чисто для задротов такое, знаете, вот, события, там где мы можем позадротить и получить на халяву одних из самых топовых игроков. Но это же халява считается, на самом деле. И взять через парочку дней и просто-напросто ее прекратить. Ну, потому что события ретро-звезды взлятся до 26-го числа. И как-то будет вообще негуманно, что они возьмут и полностью все резко поменяют. Нет, ребята, такого не будет. Да и вообще, в интернете появляются уже скриншоты, там где есть слитые карточки игроков, которые будут в межсезонье. Если мы, например, наберем здесь 3500 лайков, то я сразу же вам сливаю эту информацию. Ну, и показываю. Это, конечно, может быть и уткой. Но я надеюсь, что это не утка. Потому что, ну, думал вначале то, что нужна FIFA Mobile 19 версия, так это срочняк. Но сейчас я задумался то, что без межсезонки явно не будет следующей версии FIFA Mobile. Потому что, ну, как-то же им нужно награды какие-то распределить среди вас. А за ваш состав давать им награды. Но это когда будет глупо. Потому что сейчас все сделали себе рейтинг 99 плюс игроков и все. И у всех уже 100 плюс. И за это они должны вам давать награды? Нет, у ESPOR совершенно другая логика. Они сделают 100% межсезонку. Там, где, во-первых, нужно будет вам тратить ваши FIFA Points, как всегда. Ну, и также еще и монеты тратить. Для того, чтобы в следующем сезоне вы сумели получить все лучше и лучше награды. Хотя, на самом деле, чтобы вам не соврать. Награды в следующем сезоне, они будут такими себе. Тяп-ляп. Даже если, к примеру, в следующий сезон вы начинаете с нового аккаунта. Там у вас абсолютно ничего нет. Но вы себе задонатили 30 тысяч FIFA Points. То вы сумеете начать намного лучше этот сезон, нежели те игроки, у которых был состав, там, с рейтинг 200, либо такого. Бля, как же у меня заебал сосед, который делает себе ремонт. Пиздец, как мешает мне, на самом деле, записывать этот ролик. Но если в следующем сезоне вы две недели позадройте, я думаю, то, что у вас будут награды не хуже, нежели, чем у тех ребят, у которых был рейтинг 200 в этом сезоне. Так что, ребята, делайте вы сами выводы. Стоит ли вам сейчас супер-пупер прокачивать ваши составы? Конечно, будут у вас награды за ваш состав, но все же они супер-пупер награды вам не дадут. Супер-пупер награды будут именно для донаторов. Знаете, всегда есть спорс, они жвобы, и они постараются дать, как ни крути, даже тем ребятам, у которых был рейтинг 200 рис, и у которых будет рейтинг 200 рис, они им дадут такие себе средненькие награды, чтобы они еще раз донатили в эту игру, и чтобы еще раз хотели тратить свои бабки именно вот сюда. Так что, ребята, знайте, в какой конторе мы играем. Хоть эта контора и пидорасов, но все же, это наша самая любимая контора, и она дарит нам возможность играть в нашу любимую игру. Надеюсь, что следующий сезон FIFA Mobile будет ярким и энергичным. И завтра, либо послезавтра, я вам постараюсь рассказать все правильно о межсезонье, потому что межсезонье это событие, которое включительно будет в этой версии FIFA Mobile. И я в этом уверен. Конечно, каждый из нас может ошибаться, но думаю, что ESPORT все-таки не подставит нас и сделает межсезонку. Ну а с вами был, как всегда, ваш Влад Капуста, и каждому из вас до скорых встреч. Всем пока!